Всем привет! Это новое видео на тему поступления на канале InSanStudio. В предыдущих видео на моем канале мы с вами выбрали университет, куда будем поступать. Я вам показал, как регистрироваться на ЗНО. Я развенчал 10 мифов по поводу внешнего независимого оценивания. Также мы с вами поговорили, что же такое творческие конкурсы при поступлении в высшее учебное заведение. Тема этого выпуска – что же такое пары лекций и семинары. Сегодня я вам расскажу об этом поподробнее и расскажу, чего стоит бояться, а на что не нужно обращать даже внимания. Поехали! Хочу сказать сразу – уроки остались где-то далеко в прошлом. Вы закончили школу, поступили в высшее учебное заведение и здесь больше нету слова «уроки». Здесь пары. Главное отличие пар от уроков в том, что одна пара длится столько же, сколько длится два урока, то есть 90 минут. И в принципе это единственное отличие пар от уроков. Но все пары разделяются на два вида – это лекции и семинары. Давайте начнем с лекций. Лекции – это, пожалуй, самое легкое и простое, что только существует. Все, что вам нужно – это прийти на пару, взять тетрадку, ручку и конспектировать всю информацию, которую вам доносит преподаватель. Здесь вы можете проявить себя, к примеру, дополнить речь преподавателя. Возможно, он задаст несколько наводящих вопросов, но это по желанию, можете отвечать, можете не отвечать. Но за активность на лекциях идет оценка. Как вы знаете, в высших учебных заведениях Украины существует баллонская система, которая появилась в 1999 году в Италии. И вот она добралась в Украину и теперь баллонская система везде. Что же такое баллонская система? Я вижу, у тебя возник такой вопрос. Сейчас тоже об этом расскажу. Баллонская система позволяет вам накапливать баллы в течение учебного года. И таким образом на сессии у вас стоит выбор. Либо вы получаете автомат по баллам, которые вы накопили, либо же вы отвечаете на вопросы и можете таким образом повысить свой балл на сессии. И я вижу, у тебя появился вопрос, а как же зарабатываются эти баллы? И тут мы плавно с вами переходим к семинарам. Семинары. Это, пожалуй, одно из самых сложных, что существует в университете. Потому что вам дают тему, либо же это тема для каждого человека отдельная, либо это тема для всего вашего потока, всей вашей группы. Каждый человек готовит реферат, доклад на определенную тему, и потом выходит к доске, в общем в центр класса, и рассказывает свою тему. Возможно, вам можно будет ее читать, либо же нужно рассказывать по уму, то, что вы запомнили, просто пересказать саму суть вопроса. Таким образом вы можете заработать баллы. Как правило, это за один семинар 10 баллов. Всего можно заработать 100 баллов за весь учебный год, но 100 баллов никто никогда не заработает, уж поверьте вы мне. Потом на сессии у вас выходит два столбика. Первый столбик – это те баллы, которые вы заработали на протяжении года. Учебный год, как вы знаете, это с сентября по декабрь и с февраля по май. То есть две сессии в одном учебном году, одна зимой, скорее всего это или в декабре, или в начале января. И вторая – это конец мая, начало июня. Но насчет сессии мы сейчас с вами не говорим, мы говорим именно о парах, лекциях и семинарах. Так вот, на сессии у вас две колонки. Первая – это баллы, которые вы заработали на протяжении года, сдавая различные семинары и проявляя себя на лекциях. И вторая – это ваш ответ на самой сессии. За весь год вы можете накопить 80 баллов, которые станут вот эту колоночку. И 20 баллов вы можете набрать с помощью ответа на вопросы на сессию. Таким образом получается общая сумма в 100 баллов. Также оценка Паблонской системы включает вашу посещаемость на протяжении года. Если преподаватель видит, что вы никогда не посещаете его лекции, семинары и пары, тогда он вам будет занижать оценку, а на сессии лучше вам тогда не появляться. Правда, потому что он вас завалит настолько, насколько просто сможет. Он будет задавать такие вопросы, которые будут возникать из одного вопроса, другой – 3, 4, 5, 6, 7, и так будет длиться до тех пор, пока вы просто скажете «Все, я ничего не знаю». И только тогда вы получите свою законную тройку и пойдете домой. Поэтому посещение, пара лекций и семинаров – это очень важно. Я настоятельно вам рекомендую не пропускать, ну, либо же всегда, если вы болеете, ходить в поликлинику, брать справку и приносить в деканат. Потому что справки, на самом деле, это очень важно. И когда вы будете сдавать сессию, вы это поймете. В принципе, это все, что я вам хотел рассказать. Возможно, у вас остались какие-то вопросы насчет нашей с вами сегодняшней темы. В таком случае, задавайте мне их в комментарии под этим видео. Я постараюсь ответить на каждый ваш вопрос детально. Также, если тебе понравилось это видео, посмотри предыдущие видео. Как я вам говорил в начале, здесь много видео на тему поступлений, ЗНО, творческих конкурсов. В общем, надеюсь, тебе что-нибудь понравится. Также ставь палец вверх, чтобы поддержать мой проект. И если вы хотите продолжение, скажем, следующее видео будет на тему первой сессии. Я вам расскажу, как происходит первая сессия, как мне готовиться, что на ней будет, как вообще это все происходит. Я очень волновался перед первой сессией, потому что нигде не мог найти информацию насчет нее. И я хочу вам рассказать в следующем видео детально о первой сессии, но также и о последующих сессиях, потому что в моей жизни их было уже целых три штуки. Подписывайся на канал, с вами был Вова Гура, увидимся, пока-пока.